Сейчас мы пойдем на Ката Ной. Это обстановочка вокруг. Сейчас посмотрим. И на Кате Ной я ни разу не был. Хочу посмотреть. Но говорят, если сравнивать с Катой, то Ката Ной и пляж чище. Сейчас мы это проверим лично, убедимся и обязательно вам покажем. А тут можно что-нибудь даже купить. Вот решили виноградик взять. Это не виноград. А, по-другому называется? Ну, похож на виноград. Вот такой спуск на Ката Ной от дороги. И вот, привет, еще раз. Вот, и сейчас мы пойдем. Вот мы спускаемся на пляж Ката Ной. Сейчас оценим его преимущества. Тут какой-то отельчик есть. Слева отель какой-то. Нам говорили, что здесь на Кате Ной пятизвездочный отель. Возможно, это и есть. Я точно не знаю, но, скорее, возможно, так. Вот какая-то схемка тут есть. А, вот, кстати, видите, написано. Ката Ной. Все правильно. Наверное, вот это пятизвездочный отель и есть. Скорее всего. Там еще какой-то отельчик есть впереди. Не знаю, какой. Еще какой-то отельчик разглядел. А вот по этой лесенке, я вот, что показываю. Вот здесь мы и спустились. Это начало пляжика. Пляжик я смотрю небольшой катаной совсем. Пешочком, наверное, минут за пять можно весь пройти. Песочек здесь тоже отличный. Вот отельчик уголочком идет. И песочек, видите, какой классный. Сейчас зайду, море вам покажу. Сейчас я вам показываю водичку на пляже Ката Ной. Водичка здесь тоже хорошая. На Кате, конечно, она погрызнее. Но на Короне все-таки, лично мое мнение, самая чистая вода. Если сравнивать Ката Ной, Ката и Корон. Вот видочки вокруг. Так что лично мое мнение, если выбирать в плане пляжного отдыха и купаться, то Ката Ной пляжик мне понравился и Корон. Водичка хорошая, чистенькая. Мои личные рекомендации. Всем желаю приятного отдыха. Показал все, что вот попалось мне на глаза. Давай, кораблик лови. О, поплыла. Кому понравился замечательный, шикарный пляж Ката Ной, ставим лайк, пишем комментарии. И подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. В следующей серии мы отправимся в тайский ресторан морепродуктов. От компании Time Foam. Мы туда поедем. Меня лично они туда пригласили. Там ужинают только местные жители, тайцы. И, как бы, туристов там очень мало бывает. И цены очень дешевые. Кому интересно поглядеть, где это находится, что за место, все это увидите в следующей серии. Всем до новых встреч!